На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос о женской одежде в храме. Женщины привыкли носить брюки. Как заставить себя носить платокую юбку вместо брюк? Обычно мы опираемся на слова из книги «Второзаконие», 22 глава, 5 стих. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчину не должно одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий делающий сие». Для стран христианских это было актуально прямолинейно больше ста лет назад. Сейчас уже брюки стали женской одеждой. Поэтому мне кажется, что употреблять эти слова о том, что женщина должна быть обязательно только в юбке в храме, не очень корректно. Повторюсь, потому что брючный костюм вполне стал привычным женским одеянием. Другое дело, что и брюки, и юбка могут быть очень нецеломудренны. И одежда может быть очень нецеломудрена. И вот тогда непонятно вообще, не только в храме, но и везде. Допустим, когда замужняя женщина одевается так, чтобы все на нее глядели. Зачем это она делает? Она принадлежит только своему мужу. Зачем она искушает других людей? Господь говорит, горе тому, через кого приходят соблазны. Не надо так одеваться. В храм тем более. Зачем? Человек пришел общаться с Богом, а ты послужишь искушением для него. На тебя будет двойной грех. Зачем тебе это надо? Поэтому речь не о том, что какие-то ретрограды и средневековые мракобесы хотят всех загнать в какую-то форму. Не в этом дело. Дело в том, что взрослый христианин должен чувствовать ответственность не только за себя, но и за всех окружающих. Поэтому у апостола Павла в тех посланиях, отрывках из посланий, которые читаются в воскресные дни перед входом в Великий пост, есть удивительные слова. Он рассуждает о еде идоложертвенного и говорит о том, что идол в мире — это ничто. Для апостола Павла никакой проблемы нет, что есть, потому что он прекрасно понимает, что все обряды с идолослужением для него, как для христианина, просто смешны. Ему неважно, что есть. Но дальше он говорит, что если недавно пришедший в церковь человек, новообращенный, увидит тебя едущим в капище, в требище, или то, что ты купил на рынке, идоложертанное, это часто очень продавалось, и он будет этим соблазнен, то горе тебе, потому что ты соблазнишь брата, из-за которого умер Христос. Поэтому если брат мой соблазняется, не буду есть мясо вовек. Что значит этот принцип? Моя аскетика очень сильно зависит, и даже больше, чем для самого меня, зависит от того, как она влияет на моего брата. Это важнее. Если она разрушает душу моего брата, я не буду нарушать то-то, то-то, буду так-то и так-то делать. Еще раз, то, что будет с ближним, влияет на мою аскетику. Поэтому одежда и женщины, и мужчины, когда они приходят в храм, должна исходить из того, может быть, соблазна, который эта одежда может нести для окружающих. И тогда, ну, давайте перефразируем. Если брат мой соблазняется, не буду носить короткую юбку вовек, а буду носить длинную. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...